Наша партия и фракция публиковала 10 конкретных предложений по выходу страны из кризиса. Прежде всего мы все должны осознать, что тот глобальный капитализм, который американцы навязали под диктовку своего доллара, на глазах у всех нас распадается. И хотя пытаются снова залить это зеленью и экономику США, и Европы из этого ничего не выйдет. Приняли американцы напечатать 2 триллиона дополнительных долларов, в Европу примерно 1 триллион, но это не спасет экономику. Ситуация сегодня не просто кризисная, в яму этого системного нового кризиса проваливается вся планета, кроме тех, кто умеет работать в современных условиях. В современных условиях эффективнее всего работает китайская экономика. Они будут локомотивом главным в этом и в следующем году. Во Вьетнаме нет ни одного смертельного случая от этого вируса. Довольно устойчиво работает экономика Беларуси. Мы должны все сделать для того, чтобы прежде всего помочь и поддержать, кому сегодня очень тяжело, очень тяжело больным, тяжело врачам, медсестрам, всех, кто обслуживает и обеспечивает, кто убирает улицы, кто помогает, разносит, кто шефствует над теми, у кого большая семья и кто не в состоянии сегодня двигаться. Давайте вместе поработаем. Мы создали специальное движение, которое эффективно работает, не бросаем своих. Я за эти дни провел встречу со всеми регионами. Да, это была видеоконференция. Все 85 регионов, все первые секретари, руководители фракции, депутаты, лидеры женского движения, ветеранского, детей войны, все высказали свои предложения. Слава Богу, пока все здоровы, работают непосредственно, посетили всех на дому, помогают тем, кто верой и правдой служил трудовому народу, помогают молодым семьям. Я желаю им успехов и благодарю за достойную и честную работу. Пример показала и Северная Осетия, и Свердловская область, и наш мэр Локоть, и губернатор Орловщины Клычков. Давайте вместе сплачиваться и решать эти проблемы. У нас выработана принципиальная позиция. Когда горит пожар, надо его тушить, не шашкой размахивать, шашкой с коронавирусом и с эпидемиями не борется. Так же, как и не борется, нельзя победить шашкой тот системный кризис. Для этого нужны соответствующие меры. Первая и главная мера. У нас мы в эту яму проваливаемся, как правило, быстрее остальных. Если взять восьмой год, у нас спад был 8%. Если в четырнадцатый год, наш руб подешевел двое. Если взять последние три года, мы единственных, которые теряем население и продолжаем умирать. В эти два месяца потеряли еще 80 тысяч человек. Поэтому нам надо принимать меры, опираясь на свои ресурсы, свой опыт и свои собственные силы. Страна идет к юбилеям, юбилею победы и 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Ленин смог собрать распавшись и империю. В 2018 году заложили лучший институт. Был принят план НЭП и ГУРО, который подняли полумертвую страну. Была проверена уникальная индустриализация. Было обучено все население. Были подготовлены классные командиры и супер великолепная техника. Обращаюсь ко всем русофобам, антисоветчикам. Прекратите гнать эту грязную волну антисоветчиков. Какой сериал не включишь? Одни НКВДшники, одни насильники, одни расстрельщики. А где те, кто победил, кто создавал, кто преодолел, кто спас страну? Ведь работала вся гигантская держава. И с нас брали пример весь мир. Прекратите, тем более в этих нынешних чрезвычайных условиях. Когда грянул гром, всех, кого репрессировали, казаков и священников, перед многими извинились, выпустили и вместе сражались. Вот сейчас мы обязаны вместе сражаться за свою страну. Главное сегодня не упустить свою экономику. Дешевеют акции, эти хищники с иностранными паспортами опять ходят вокруг страны. Не успеем оглянуться, если не национализируем стратегические отрасли и минеральные сырьевые бозы. Завтра вам нечем будет управлять. Будете отдавать команды, а иностранцы не будут выполнять ваши команды, как сегодня сети не выполняют эти команды, не беря свою собственную продукцию. Надо все сделать для того, чтобы энергично поддержать тех, кто работает непосредственно. Кто является локомотивом? Является, как правило, стройка локомотивов, агропромышленный комплекс. Сюда надо вкладывать и надо обеспечивать условия для работы. Да, соблюдение карантинных санитарных норм. Но если не будет работать стройка, у нас 10 миллионов газарбайтеров. Завтра будет парализовано все остальное. А послезавтра утроится преступность, в том числе на бытовой почве. Их заперли в стране, отсюда не выпускают и там не принимают. Тогда принимайте меры, которые позволят им нормально жить, существовать и работать. Меры этих хорошо известны. В свое время мы еле спасли оставшиеся госпиталя. Сердюков уничтожал, разгонял вместе с военными училищами. Сейчас вынуждены 16 строить одновременно. Тогда проводите меры и восстанавливайте уникальный опыт организации санитарно-педемиологической службы, которую проводила наша страна. Наша страна первая одолела чуму, первая одолела холеру, наша страна первая одолела малярию. Даже когда в 1959 году завезли в Москву, завезли черную оспу, мы ее одолели за 21 день. В Москве, слушайтесь, было сделано прививок 6 миллионов 100 тысяч. И всю страну вакцинировали. Вот это работа. Вот надо учиться и это показывать, а не злословить о великой советской эпохе. Для нас принципиально важно помочь сегодня промышленному комплексу. А за этим стоят царифы, цены на бензин, солярку, керосин и все остальное. Мы должны помочь сегодня и 40 миллионов граждан, которые будут засевать и вспахивать свои огороды. Здесь должна быть отработана специальная программа. Мы ее предложили. Эта программа предложена нашими товарищами, и Кашиным, и Харитоном, и Коломейцем. Давайте ее реализуем. Ну и особое внимание детям, образованию, науке и в целом здравоохранению. Сейчас начинаем подготовку нового бюджета. Минимум пятая часть ресурсов должна быть направлена на эти цели. Тогда есть возможность не повторить трагедии, одолеть кризис и спасти новое поколение. Но я обращаюсь к тем, кто занимается народным образованием. Вы нам насильно навязали ЕГЭ, который выжигает мазки и разрушает душу. И теперь наставите на том, чтобы дети обязательно сдавали этот экзамен. Вдумайтесь, можно отменить Олимпиаду, можно перенести все мировые заседания и встречи. Оказывается, в этом году ЕГЭ нельзя отменить. Ну поставьте средний балл за последние три года, плюс участие в Олимпиадах, плюс неклассная работа. Это будет более справедливо и достойно. Вот неравные условия. Сейчас они уже неравны. Что есть в наличии всех компьютеров, гаджетов в деревне, как в городе, нет такого. Что есть возможность с репетиторами заниматься, нет такой возможности. Вы и так провинцию бросили на произвол судьбы, и детей которой, да и хотите еще раз устроить им нервный стресс. А сдача ЕГЭ, это вообще похоже на спецоперацию. В общем, где с собой ничего не бери, всех обыскивают, не выйди, ручку не подними и все остальное. Это полное безобразие. Вот в нынешних условиях надо создать обстановку, при которой молодежь будет чувствовать себя достойно. Я еще раз вращаюсь к нашим большим юбилеям. Мы приняли решение 21-го провести всесоюзное собрание, посвященное юбилею Владимира Ильича Ленина. Мне будут участвовать все обкомы, все партии, все левые силы на всей планете. Мы подключимся к тысяче источников и продемонстрируем свою волю в борьбе за социализм, интересы трудящихся. Главный истребитель этой планеты и вирус, которым заражена, это либеральный, воровской, спекулятивный капитализм, это американский, обнаглевший глобализм. Против него есть одно эффективное лекарство – обновленный социализм, солидарность, сплоченность трудящихся и общая воля в борьбе за справедливость. Желаю вам в этом новых успехов.